ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Будем искать на нашего крысиного короля, как обычно, супер-пупер недостающие элементы. Коих накопилось очень много, но да ничего, не беда. Все это мы с тобой найдем постепенно, полегоньку. Мы прокачаем ему скиллы, потом уже мы доберемся до нашего кренга, наконец-то. Потому что вначале мы с тобой прокачивали магманы, если ты помнишь. Сейчас мы прокачиваем именно по скиллам, я имею в виду. Потому что по уровню нам еще магмана там, ё-моё, качать и качать там. Десять лэвов, если я не ошибаюсь, нужно ему прокачивать, а это не так быстро. Потом крысиный король, но я не знаю, может быть, мы все-таки переключимся на нашего кренга. Возможно, переключимся на кренга и уже будем прокачивать его. А крысиный король уже после кренга, там же определимся, как нам лучше сделать. Так, слушай, хан, хорош выпендриваться. Ты смотри, ты смотри. На тебе. По щам, правильно. Так, и куда ты бросаешь свои плюшки, а? Скажи-ка мне, пожалуйста, поцелиться. Все, друзья мои, здесь мы разобрались и это, естественно, события мы прошли. Значит, мы забираем с тобой награду. Рекламку посмотрел, ну и, соответственно, мы с тобой заработали 10 откатов. Плюс еще здесь чуть-чуть наберем сейчас откатиков и уже, может быть, смело идти. Так, значит, переходим с тобой на крысиного короля. Идем в навыки. 4 джойстика нужно найти. Поехали, будем искать 4 джойстика этих. Один нашли. Только лишь один. А, ну правильно, они в золотой каемочке, ребята. Золотая обрамка, вот это вот означает, что это чуть ли не эпический предмет. А может быть, даже легендарный. И поэтому так легко тебе его не дадут. Слышишь, нифига не выпадает пока. Так, давай еще. Падает только джойстик почему-то. Вот, геймпарт. Сколько? Сколько нам еще не хватает одного? Да е-мое, ну что вы, как эти, как телепузики. Все, ребят, получили. Мы получили, но вот я не помню по событиям у нас все ли тут сделано. Раз, два, поднять уровень персонажа и, соответственно, все задания будут выполнены. А сколько у нас монтогена? 15 тысяч. Соответственно, не хватает. Так, друзья мои, ну что, здесь быстренько сейчас попробуем пофармить жетоны. Опа, сразу 50, отлично. Оп, 4 бакинских кошелек. Оп, шинигами вылетело. Хопа, и тут же Эйприл Кунаичи. И все, и пицца закончилась. Но это была пицца, ребята. А у нас еще есть сыр. Опа, опять шинигами. Как тебе такой раскладец? 7 осколков. 3 бакинских. Алапекс нам выпало. 40 жетонов. Еще 40. О, пошло дело. Еще 40. Ну, это было очень-очень было мощно. И последний еще 40. Вот, ребята, вот так вот мы с вами и будем копить жетоны. 490 уже у нас есть. Так, ну и, конечно же, конечно же, турнирная арена. Так, давай посмотрим, где мы с тобой в данный момент находимся. А находимся мы в самом днище. По-другому это не назвать. 52-51 ранг против нас собирается здесь выступать. Ну что же, мы тогда сделаем с тобой немножко похитрее. Будем брать более-менее прокаченных, таких среднего сорта бойцов. Я надеюсь, что Джастин сейчас будет ходить первым все-таки. Ты, пацаны, Джастин, ты меня убиваешь. Вот, серьезно говорю. Джастин, ты меня просто убиваешься на своем 80-м уровне. Когда же ты вообще будешь ходить-то? Вот сейчас вот, спасибо, молодец. Хоть кого-то подбил. Давай, Доня, жги. Ты лич, красавчик. Эйприл, молодец. Да, Джастин, это какое-то недоразумение. Именно в плане того, чтобы сделать ход свой, это трындец. Его даже переплюнул Микеланджело, который уровнем 51-м был. Вот так вот делай выводы. Что ж, Джастин нам в боях не особо хорошо помогает. Ладно, давай обновлять. Смотри, видишь, фоточки появились. Это круто. Так как-то даже веселее, да? Так, ну что же. Раз, два, три, четыре. И кого мы возьмем? Ну, естественно, Джастина не сможем. А возьму я, наверное, здесь зэка. Ну, зэк, в принципе, ребят, на полтинничках он играет неплохо. Отыгрывается, точнее. Он бросает свою бомбочку. И наносит уже приличный урон. Вот, ты сам видишь, да? А этот ускоряет. Мы их замедлили, а этот, естественно, ставит на ускорение. Плюс, как я смотрю, тут еще и уклоняшка на нем заработала. Но она его, конечно, не спасла. Так, майки отхиливаются. Вот это плохо. Зэк, вот что будем делать? Ну-ка, попадешь ты по Микеланджело. Есть, красавчик. Так, вызываем дрон. Так, Донни. Донни еще делает защиту, а? Ты посмотри. Этот свой Сайберсайт. Так, вырубаем. Ах, минус нейтрализатор. Мы тогда тоже поставим с тобой защиту, да? Ну-ка, рубани. Фигня какая-то получается, если так. Красавчик. Так, ну что, остается Рафаэля. Сейчас, наверное, холодильник киданет. Что-то вот предчувствует у меня какое-то, что он сейчас возьмет и холодильник будет бомбить. Ничего он уже бомбить не будет, ребята. Мы ему заблокировали эту способность. Еще и меткость понизили. Вообще, бедолага, Рафаэль. На тебе. Добьешь? А, нифига ты постепенку вешать умеешь? Рокследи, ты можешь вешать постепенку. Я не знал, что он постепенно урон может вешать, ребят, при атаке. Я даже об этом не догадывался, если честно. Ну, что же, это огромный плюс для нас. Так, ну что, мы с тобой в сёгунах. Оказывается, в сёгунах. Нас сбросили с мастеров. Ну, это и дурачку было понятно, что нас скинут. Так, ну что, давай я там 15-20-то не жмись. Так, я возьму, наверное, здесь Макмана с его супер-пупер ураганчиком. Я думаю, что он здесь поддержит моих ребятулик. Не сфейлится? Нет, он сфейлится, это не сфейлится. Но вот поможет ли нам его ураганчик? Проверим сейчас. Ничего себе. Этот ураганчик не то, что помог. Он практически вытащил всю команду. Потому что, ну, сами видишь, что сейчас произошло. Обалдеть. Так, ну что, третья позиция. Конечно же, мы идём в бой. Так, обновить. Ну, тут возьму Ванька, наверное, да? Ванька один. Справится в лёгкую. Ну что, сегодня планы какие? До Лиги Мастеров две звезды. Попробовать подняться. Я знаю, что тяжело будет. И, возможно, мы даже не перейдём. Но постараться надо. Бамс. Постараться как-то надо. Ты представляешь, да? С такого вот близкого расстояния просто с гранатомётом бомбануть. Да, Ванька жестокий парень. Так, ну что, мы все у нас с тобой две звезды. Блин, до Мастера трёх звёзд. Даже двух звёзд, мне кажется, вряд ли нам дадут. Сигануть. Наверное, не получится. Так, берём Армагоны. Раз, два, три. Четыре. Ну, тут, естественно, даже не обсуждается. Сейчас Армагон просто пидю. Вамунчик свой шандарахнет. Эти ребята будут лежать. Обалдеть. На тебе. Нормуль? Нормуль. Так что двигаемся дальше. Двигаемся дальше. И смотрим, кого будем с тобой выбирать. Так, с 78-ю позицию мы переходим на 55-ю. Слушай, может быть, хороший уже 15-20. Давай мне уже, там, не знаю, 15-21, например. Нет. Ага, 16-21. Всё-таки, всё-таки я получил. Так, железный... Не, подожди, давай мы сделаем так. Возьму Карайку, возьму Микавюна. Так, тут у нас... Раз, два, три. Вот, немножко незадача, ребят, получается. У нас только Карайка и Микавюна. Ладно, я попробую сейчас... Ну, во-первых, так сделаем. Дальше. Понижаем, надеюсь, атаку. Ну, не всем, конечно, но многим. Так, услышь, ребята, фигня. У него уклонение. Твою налево, я так и думал. Так, ну, это в инвиз уходит. Это хорошо, ребят. Пускай он лучше там в инвизе сидит. Чем будет бомбить, ходить. А этот хил врубает. Ну, конечно. Ну, конечно же, друзья мои, он врубает хил. Он, по-моему, там ещё и меткость им сделал. Ты прикинь, он ещё и меткость там засвидетил. Ну-ка, минус лево или нет? Минус лево. Так, у нас хила нету. Да ё-моё, нифига он там прокачался, я тебе скажу. Ну-ка. Пробьёшь, Карай. Постепенный, постепенный урон, даже не убил её. Ё-по-расоте. Ну, давай такую масуху. Да что ты будешь делать? Что он такой? Я не знаю, не пробить его, ничего не делать. Давай вот так вот попробуем. Ой, сейчас доиграюсь, по ходу дела, а. Так, Лео. Ну-ка. Вообще, что-нибудь, что-нибудь его может взять? Рубани его мечом. Сейчас сюрик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну неужели? Неужели, ребят? Подбили. Давай-давай, второй атак. Есть. Так, а вот сейчас будет Бобо. Воу, он ещё и массовую атаку применил. Да. Бибоб, к сожалению, пал. Глупо, глупо было рассчитывать на карайку и на змейковьюна. Блин, по-моему, я уже такую ошибку допускал в своё время. Брал этих двоих супостатов и фейлились. Да. Ну, что, ребят, могу сказать? Да ничего не скажу я. Лопухнулись. Лопухнулся я по полной программе. Вот что. Ладно. Сейчас Леонардо. Всё-таки вот кажется, вроде, карайка, да, змейковьюн. Вроде 80-го уровня. Нет. Ни в какую они не смогли, ребят, даже ничего сделать. Даже не могли справиться. Хотя у них, у обоих, массовые атаки. У обоих, как бы, потенциал довольно неплохой. Но, видишь, они не дотягивают до 50-го уровня, к сожалению. Не смогли они ничего сделать. Так, ну что. 16-я позиция. То есть сейчас будет уже Лига Мастеров 3... Ой, Лига Сюгнов 3 звезды. Я так понимаю. Даже Донателло. Обычный Донателло может намного лучше наказать нашего противника. Понимаешь? Со своими вот этими вот как раз сюрикенами. Да. Ну что же. Давай делать уклонение. И погнали. Ты посмотри. Ты видел, сколько он отнимает? Это же просто жесть, ребят. Донни. Вот тебе и слабачок. Так, хорошо. Прописали здесь. Ну что, мы сейчас переходим, по идее, в Лигу Сюгнов 3 звезды. Должны так сигануть. По-моему, расчетам. О, да. 92 позиция. Ну что, Лига Мастеров 1 звезда у нас сегодня однозначно будет. Это 100%. А вот дальше, дальше я вот не знаю, ребят. Раз, два, три, четыре. Так, ну что. Я надеюсь, что Бакстер нас не подведет. Я рассчитываю на волну. Смертельную волну. С эффектом постепенного урона. Эффект постепенного урона не повесился, к сожалению, ни на одного из противников. Но, слава богу, он вырубил троих. И тут у нас все дальше вообще пошло как по маслу. То есть, справились они своими силами. Ладушки, двигаемся тогда дальше. Смотрим, что у нас тут из этого получается. За 92 позицию мы переходим на 65-ю. То есть, 30 ступенек пролетаем. Ну, это неплохой показатель. Вот. По нынешним меркам. Это, ребят, неплохо. 30 ступенек. То есть, получается, что нам еще поединка три. И мы уже с тобой до Лиги Мастеров доберемся. А Лига Мастеров 1 звезда, если возвращается, там уже будет проще. Единственное, что тут, ребята, еще раз повторяю. Сейчас выходим на работу. А видосиков будет меньше. Соответственно, иногда можно будет даже, ну, не успевать снимать бусты. Те же самые, которые мы проходим с тобой. Проходили еженедельно с понедельника. То есть, у меня бац, в понедельник может смена выпустить. И все, ребята, и буст не получится. Он будет сыгран, но он не будет называться уже бустом, потому что это не буст. Видишь, вот здесь вот интересно. Вот здесь почему-то нет, ребята, иконок. Видишь, здесь просто такие значки. А когда мы заходим в саму, в сам выбор, да, бойцов, они здесь есть. Странно немножко, конечно, это все дело. Так, 16.22, отлично. Так, ну что, я возьму, наверное, железноголового. Ну, вот так вот. Не вот такие вот. Нам все равно придется сейчас убрать супер-шредер и отыгрывать слабеньких наших персонажей через него именно. Тут других вариантов можно даже не рассматривать. Ого. Братюнь, ну-ка давай-ка успокойся. Так, хинемся. И поехали. Блин, я жду, когда этот, железноголовый будет ходить. Эй! Сейчас муху ушатаем, да? А муха уже ничего сделать не сможет. Что, опять что-то здесь? Да, опять, походу, делают, друзья мои, и сейчас. Ну, нейтрализатор, ты, конечно, молодец. Он нас выручил здесь вот в данный момент. Нейтрализатор офигенно помог. Потому что я думал, что сейчас все. Если не добьем, нас начнут тут пачками ложить. Ну что, с 47-й позиции мы переходим на 25-ю. То есть 22 ступеньки пролетели. И давай-ка попробуем. Так, стоп. 16.22. Ну что, Шреддер, вот твоя пора уступать. Раз, два, три. Четыре. Я, конечно, не спорю, ребят. Если он не добьет, там 55-й уровни. Ох, будет им больно. От 65-х-то получать. Ну, надеюсь на супершреддера. Красавчик. Просто красовела. Не подвел. Все сделал как надо. Отработано. Прям все до мелочей. Ну что, перейдем? Нет, не перейдем. Окей. 16.22. Так, 17 откатов. То есть, если по одному супершреддеру брать на откат, то на 17 поединков у нас хватит. Но вряд ли, вряд ли нам хватит на 17 поединков, потому что на 17, там даже каком-то 17, там даже через пару поединков уже будут 70-ники и супершреддеры в одно лицо уже не справиться. Оу. Ну, а вот, ребята, и итоги. Сам видишь, да? Все прекрасно, что тут выходит. Поехали. Ага, минус майки. Крис Брэдфорд. Че-то не понял я. Эй-эй-эй-эй-эй-эй, жучара. Да ну. Давай, Шреддер. Все. Даже несмотря на то, что на нем висела, ну, не слепота, конечно, а пониженная меткость. Все равно он завалил этого Ханорика. Ну что, ребята, вегамастеров одна звездочка. До двух звезд, конечно, не получится, наверное, добраться нам. Хотя очень сильно хочется, но... Наверное, не получится все-таки. Так, возьмем Рокзары. Хотя бойцов еще, в принципе, норм. Шестьдесят четвертый уровень противника. Окей. Рокзар, ты здесь что, перестрахуешь, надеюсь? Конечно, перестрахует. Он бы мог даже ничего не делать, все равно бы этот... В майке отдуплился, на нем висел постепенка, так что... Ну, нам надо было отыграть Рокзара в любом случае, поэтому мы так и поступили. Так, с восемьдесят пятой мы переходим на шестьдесят пятую, то есть двадцать ступенек пролетаем. И берем с тобой... Так, шестьдесят пятая позиция... Ой, позиция шестьдесят пятый уровень. То есть как-то... Как-то вот так я сделаю, да? Пятьдесят на пятьдесят. Пятьдесят сильных, пятьдесят слабых. Я заметил, кстати, что вот эту вот локацию, где по комиксам мы бегаем, ее подчинили, друзья мои. Раньше у нас были эти... Бойцы здесь, знаешь, с кривыми глазами, с артами, а сейчас все нормально, видишь? Никаких багов нету. Все адекватно проходится. Интересно, вот они босса подчинили, который здесь этот маузер кричащий, на котором постоянно вылетала игра. Ну, багованная была она. Нет, а можно было бы пройти этого босса до того, как он, короче, начнет кричать. Если ты его успеваешь забомбить, то у тебя игра не вылетает. Ну, все, наверное, помнят этот баг. Вот. Потому что в старых сериях мы проходили там, за три удара нужно выбить его было, этого босецкого. Если вырубил, то все. Ты прошел испытание. Если не выбил, игра вылетает, и тебе опять все заново приходилось. Как бы вот такой нюанс был. Так, ну что, у нас там какая сейчас позиция-то будет? Сорок седьмая переходим на двадцать восьмую. На двадцать восьмую, значит, да? Здесь майки. Ну, я думаю, что супершреддер с этим майки быстренько разберется. Раз, два. А, это все? Твою налево, это... Ну, тут остался только шреддер, и все, ребята. Последний бой получается у нас на сегодня вот это вот. Больше там никого не осталось. Ну, шреддер, я из-за одного шреддера не буду, как бы, брать пять откатов. Блин, я думал, что мы сегодня все-таки дойдем до Лиги Мастеров Двездезды. А может быть, дойдем все-таки? Нет, там слишком дофига надо прыгать. Да, с двадцать восьмой позиции никак, ребят. Видишь, двадцать ступенек все перепрыгнули. Ну, хотя бы так, ребят, хотя бы так. Так, ну что, давай мы поднимем уровень нашему Макуну до девяносто второго. Отлично. И заберем наши вот эти вот все награды. Так, по предметам у нас все тихо, спокойно. Здесь у нас, как ты видишь, четыреста девяносто, а нам нужно пятьсот тридцать. И у нас будет девяносто, ребята, ДНК. Еще десяточку и бибоп. Пасхальный у нас прокачается. Ну что, друзья, а на этом, наверное, я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.